Вчера на компьютер у нас появился, когда ему было пять лет и вот тогда с этих пор он заинтересовался вообще вот этими компьютерными программированиями. Он самоучка, можно сказать, программист. Дома постоянно появлялись какие-то книги по программированию. У меня просто одна комната с плосеньком, окна, пластик. Я хотела ее сделать как летний сад, но получилось у Армана как эта теплица оранжерея. И вот он всегда салатики выращивал, что-то там, ремонт. 4 ноября это такой праздник, который совсем не праздник. У нас по улицам Новосибирска в этот день ходили нацики. 14 лет было, да. Он с ребятами шел с какого-то концерта и его вот из толпы вытащили одного. Избили сильно. Его, может быть, и запинали бы. Остановилась только единственная машина какая-то. Оттуда мужик выскочил. В руках похожий на пистолет у этого мужика. Может быть, он избилится. Может быть, охранник какой-то еще. Ну-ка, отпустите там парня. Ну так, перед ним помахало. Они разбежались. Так вы, может быть, и забили. Все завели уголовное дело, которое прекратилось быстро. И хотя я сама со своими друзьями нашла, где тусят эти нацисты. Я их самих нашла. Я их сфотографировала. В кафе что-то, где они там собирались. Я принесла, положила все это на стол исследователю. Они просто сказали. Сфотографировала? Спасибо. Теперь будет я все. Длинные волосы. Настыкал себе пирсингов. Появились первые татуировки. Но, тем не менее, очень все хорошо. Когда постарше стал, он травмат. В сейфе проезжал сейф, все там. Он его даже сдал потом. Сам пошел и сдал. Я думаю, что он не забыл и не простил. Просто отпустил как-то это все. Он не стал пустить. Арман неизвестен не только как неравнодушный к животным человек, но еще и как активный их защитник. Мы познакомились с ним в 2013 году, и тогда же он открыл отделение Альянса защитников животных в Новосибирске. Они тогда проводили множество различных зоозащитных акций, выступали против использования животных в цирках, поддерживали даже некоторые международные компании. Как-то он мне сказал, да, я почему-то, Москва столица дорогая, а Питер столица, но подешли. Мне импонировало то, что он придерживался научного подхода. Я знаю, что он выступал, например, на веганском фестивале в Санкт-Петербурге и рассказывал лекцию о безопасности ГМО. А также он вел свой научно-популярный развлекательный канал на Ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok